привет народ и рад приветствовать вас на канале капитан герман и мы пришли уже на острова куха именно про эти острова буду я вам сегодня рассказывать а если конкретно то остров айту таки это самый северный островок на который мы приехали и о котором мы будем сегодня рассказывать у нас правой стороны флажки острова кука это синий с звездочками снизу желтый общем должен быть не там он сверху но так получилось потому что оборвалась веревочка поэтому решил не переделывать скоро я поеду на берег и вам покажу как здесь проходить чеки не ну что двигаем чеки ехать нам оттуда в деревню это недалеко просто на камере кажется далеко но здесь хороший размеченный заход ну и течение сейчас данный момент на им где-то три узла так так такая бухточка с левой стороны какие-то поселитесь типа дайверов хайтеров и прочих здесь мне кажется не глубоко вообще мы посмотрим что бухта мне не кажется она плоская но это стрёмно мне нужен как раз вот порт авторики так ну что капитан пору порт-офис я прошел там все просто заполняется две бумажечки прямо у них журнале а сейчас я иду в кастом в таможню для того чтобы сделать все оформления наверно там же иммиграция короче мне выдали целую пачку документов сказали заполнить и через там 45 минут приехать на перс забрать тетечка из таможни хочет приехать просто посмотреть на лодку что там хочет увидеть я не знаю ну хочет заберу ее привезу ну что народ у нас теперь прямо целая миссия нам нужно зайти внутрь а там внутри но вообще по глубине не дофига и сейчас на выход течения около трех узлов но по-другому не будет поэтому мы все тихонечко заползаем туда в общем узко мелко но интересно так и Субтитры подогнал «Симон» Маленький зеленый буйочек торчит. Вот мы его сейчас обходим по портсайт и заходим в канал. Субтитры подогнал «Симон» Маленький зеленый буйочек торчит. Маленький зеленый буйочек торчит. Маленький зеленый буйочек торчит. сколько ты кинул сколько ты кинул это так положено так положено мне кажется это очень близкого до того пирса например у нас это если и и Продолжение следует... Продолжение следует... Короче, народ, глубина в канале где-то около 4 метров, безопасно, 5 метров, даже 6 на входе, весь канал проходится вообще легко. А здесь бухточка нормально. Сейчас мы стоим 2,9. Вот здесь вот от входа в бухту, вот здесь вот мелкая часть, а вот здесь вот как бы окей. И якорь у нас стоит вот там. Опасно, но мы так будем стоять. Так, все, мы все прошли. Кастом эмиграция это одно. Порт это второе. Потом хелс департмент и карантин агрикалчер. В общем, все это мы прошли. Нам это обошлось в хелс 25 новозеландских. Десяточку нам обошлось. То, что он проверил, что у нас нету никаких ядовитых овощей и фруктов для местной экологии. И еще 175 будет на выходе уже отсюда. Это все новозеландские. То есть делим грубо на 2, получается американские. Заняло это у нас где-то часов 10. Начали мы. У них с 12 до часу обед. То есть, грубо говоря, где-то 2-2,5 часа. На лодке у нас был только один, который проверял хелс. Но мы уже заехали внутрь бухты. Ну вот, собственно, и пока все. Мы уже оформлены. Мы можем дальше тусить на островах Кука. Нам добро пожаловать. Какие странные здесь стоят кораблики. Один рыбак, один грузовой. А что вам еще нужно на этом острове? Один рыбак. А здесь что? Смотрите. Жим. Тренажерка. Ничего себе. Да, тут TRX-70. Класс. Прикольно. И такая прямо заниматься прикольно. Смотри, все продувается. Тренажерный зал. Прямо вот так на улице. За решеточкой. Свежий воздух продувается. Великолепно. Великолепно. А еще очень непривычно. Народ здесь все по-английски. То есть, если... Ну, у нас не было даже во Франции какого-то реально языкового барьера. Потому что, ну, базовое понимание и французской речи есть, и набор какой-то базовый есть. Ну, то есть, короче, мы понимаем. Может быть, нам тяжело говорить, но по-французски заказать там себе еще одно пиво мы легко можем. А здесь вообще просто тупо все по-английски. Отлично. Очень нравится. И не надо вообще ничего изобретать. Просто пришел, говоришь и не задаешь, не начинаешь фразу с вопроса по-английски вы говорите. Говорят. Тут, конечно, развлечений на любой вкус. И даже есть вэл-вотчинг. К нам приплывал вчера. А сегодня они гоняли маму с ребенком во всей тут вагуне. Кстати, вэл-вотчеры. Ты их осуждалась? Выглядело не очень. Ну, я осуждаю, да, они прям ее загоняли. На французской полинезии им бы за это люлей ввалили, за такое обращение. Но здесь как-то все явно проще. Здесь, кстати, в магазине достаточно хороший набор алкашки, чтобы мы уже отвыклись за нормальным ценам. Да и магазин, в принципе, неплохой. Народ сказал, что у них пива здесь местного нету. Но мы это узнаем. И, кстати говоря, смотрите, какие тут монетки. Тут валюта новозеландская, а монетки свои. И прикольные. А это на Итутаке городской парк. Ой, это цыплята. Вот там еще смотрят, у нас 14 лет. Да. Дикие куры, дикие цыплята. А, видишь, такое дерево у него основание русское. Да. Большую секрессию. Так они так вернутся. Идем в церковь смотреть. Ну, да, это детская площадка, я понимаю, с элементами скалолаза. Мне сильно интереснее, чем просто с песочницей песок есть. Воскресная школа, церковная при церкви, зионотапу. Интересно, что это в кладбище вокруг такое. Ну, принято всяких высокопоставленных хоронить прямо здесь. Это англиканская, что ли? Я не знаю, что мы здесь с его праздником. Нет. Конечно, все такое заброшенное. И не особенно кому-то, конечно, это все нужно. Но в травам газоны где покошены? Ну, газоны покошены. То есть муниципалитет что-то делает. Что ты там в этих кустах потеряла? Какой-то цыпленок куда-то в такие чащи начал драпать. Бежит на разборке. Ладно, идем сюда. Смотреть, что здесь такое. О, вид отсюда. Красивый. Бристайкин вью, Дина. Я еще и попробую. О, прямо яд. Интересно, они острые или нет? Нет. Острые? Острые? Да. О, не, я не хочу. Не сейчас. Прямо огонь? Да. Ну что, народ, что-то мне подсказывает, что мы сюда наведаем. И что-то мне подсказывает, что у нас есть такой тырлык, Дина. Дина тырлык. И у нас будут натырленые острые. Пимента фуэго. Кто-то выращивает, а мы придем соберем урожай чей-то. Списи пепа. Короче, проблема здесь с обменом валют. Доллары хер где поменяешь, ну просто нигде не меняют. Вообще тупо нигде. И я зашел в туристический центр. Тетечка там долго с кем-то созванивалась. И сказала, что они нам готовы поменять 140 за 100. То есть это очень маленький курс. Но у нас вариантов нету, потому что... Ну просто нету вариантов и все. Это дорога, которая идет вокруг острова. Живут местные люди. Красивенько. Такая открытая площадка. Смотри в доме. Перед домом какие-то в Жакарте цветочки стоят из покрышек. Футбольное поле. Мусорнички в углу стоят. С видом на океан. Красивая. Ты как девушка. Ты в порядке? Мы сейлори, конечно. Мы сейчас подошли там, где порт только с другой стороны вышли. Тут цапли. Прикладные. Такой тут пляж странный, да? Такой весь в траве. Мы решили посидеть с пивом в местном кафе. Здесь у кафе красивый вид открывается на воду через дырку в заборе. Но, тем не менее, это единственная кафешка, которая вот здесь по дороге рядышком была с видом на первое. Дальше там резорты. Кстати, в резортах там хорошо. А еще здесь вот такая штука продается, так никотина очень мало. Summer Obsession, между прочим. А обычно, где мы были, во французской полинезии тоже продается, но там никотина 10%. Я такое не могу курить, так это смерть. А здесь 2. 2 нормально, приемлемо. Ну что, как-то пиво идет после перехода. Сейчас нажремся с одной бутылки. Да нормально, но я устала этот переход. Ну какой-то такой накряжный был, потому что дождь, волны. Ну да, очень ритм рваный и не получается спать. Потому что обычно по океану, когда идешь, ты просто выставил лодку, ну и так просыпаешься, иногда смотришь. А здесь постоянно нужно на вахте рулить этой лодкой. Еще и в мокром. Еще и в мокром, еще и заливать. Ну, гадко было. Не понравился переход, тяжелый. Ну да, тяжелый был. Еще и нужно было прийти быстренько все привести в порядок, потому что к нам должны были с инспекцией нагрянуть. А мне спрятать весь свой объем ракушек поглубже. Это самое напряжное, стрессовое. Но по итогу пришел только один дядечка без контроль. Обшикал нам лодку с какого-то баллончика. Я поулыбался и сказал «велкам». А не пошли они, потому что мы стояли за рифом. И надо через проток идти. Таможенники пришли и такие «А где лодка?» Я говорю «Там». Они такие «Мы туда не поедем, давайте на коленях мы все заполним». Ну вот мы наконец-то сейчас находимся в регионе, который стал более-менее приемлемый по ценам. Хоть мы... Но не по ассортименту. Ну не, ну слушай, по сравнению с тем, что было на Туамоту, здесь вообще великолепный ассортимент. Но мы купили... Нет, я не согласна. Здесь очень плохой ассортимент. Я только что не нашла там, я не знаю. Ну на Туамоту хотя бы картошка есть, майонез есть, такие всякие штуки. Здесь этого нету. Цены чуть лучше. Они сказали, что здесь два раза в неделю проходит провиженинг. В среду и в пятницу. Сегодня четверг. Поэтому неудивительно, что здесь ничего нету. Вот будет пятница, я думаю, будет нормальный провиженинг. Вот и поговорим в пятницу. Но пока я не купила даже яиц. Но ты-то пошла в четверг. Короче, пиво здесь, это вот, знаете, есть этот гамбургер рейд, или как он называется? Макдональдс. Короче, есть такая система измерения цен в стране. Биг Мак. Да, да, по Биг Маку. Сколько стоит Биг Мак? И в зависимости от цены Биг Мака идет уже там, типа, ценообразование в стране. Чтобы было тут всем понятно. У нас свой, у нас Beer Rate. Здесь пиво стоит 2.15 за бутылку, за 0.33, за маленькую. На Таити, где, в принципе, уже стали по ценам более-менее окей, цена была 2.75. На Туамоту там вообще там под 4. 2.15 каких денег? 2.15 американских. То есть мы все к US доллару приравниваем. Поэтому у нас не Биг Мак Рейд, а Beer Rate. Что это? В общем, нам сказали, что завтра приходите, завтра будет вся провиженинг весь. А сейчас у нас пока всякие там папайочки. Ну, то, что я вам показывал, то все есть. И, кстати, здесь дешевые, ну, дешевле помидоры 5 баксов за килограмм, что уже, в принципе, местных. Это 5 баксов местных, это 3.50 американских. Что это такое? Чиз-брэд. Какое-то местное вам представление. Мне не нравится. Ну, мы его сейчас дома проапгрейдим. Сделаем, пожарим с какой-то салитковым маслом, сделаем с помидором. Ну, мне нравится, что он такой рыхлый, знаешь, он как такой пушистый хлеб. Я люблю другой. Такой привередливый. А сейчас я нахожусь на вот этом волнорезе или той части, которая закрывает бухту от внешних волн. Хотя это внутри рифа, я не знаю, зачем они это делали. Для меня это полная загадка, потому что она не нужна здесь. Но, тем не менее. Тут в ноябре будет большой саммит. Приезжают министерс оф фори на ферси. Это... Дина, как министри оф фори на ферс? Как это будет? Министры иностранных дел. Они сюда приезжают с разных стран. С Фиджи, с Тонго, с всех, кто здесь вот в Пасифике. И у них будет здесь очень серьезный саммит. Они будут там всякие экологические вопросы решать. И вот. Сейчас идет строительство этой лодки. Здесь будет проходить этот саммит именно вот в этом пати формате. Пати формате! Тут такая фишка. Мы сходили в супермаркет, а воды нет. Вообще просто нет. И следующая доставка воды сюда будет, когда придет сюда какой-то корабль, который завозит сюда провиженинг с главных островов. Но здесь есть такая тема. Можно набирать воду. И она типа фильтрованная. И подходит для питья. И вот сейчас мы поедем узнавать, где это делается. Вот у нас из мусорника все бутылки были достаны. До статы. Или как это сказать? Достаны. И они скомканы были. Я их там надуваешь. Они принимают изначальную форму. И мы сейчас едем искать, где же, собственно, эти бутылки можно набрать с водой. Это где-то рядом. Здесь в субботу после обедения вообще никого нет. Я думаю, они после матча по регби все просто свалились. Потому что они с утра болели. Тут у них важный ивент. Финал чемпионата чего там мира. Ну да, даже у них... Здесь, короче, это называется футбол. И у них тут две команды играли. All Blacks и... South Africa. South Africa. И тут прямо у них заруба. Причем здесь на острове куча народа, которые болеют из-за тех, из-за других. И прямо... Первую половину дня тут гудеж был. У нас в водке слышно, как они... В баре. Кстати, вот этот бар. Это один из них такой. Да, да. Они здесь вешают большущий телевизор. Причем вот телевизор по размеру как дверь вот тут висит. И они смотрят этот футбол. Смотри, зато вот они закончили и все чисто. Это если бы проходило в Панаме... Ты представляешь, как бы там... Играл рыгатон, и все рыгали бы на эти банки. Ну да, были бы горы алиминиевых пивных банок. Они обычно так, знаешь, погуляют и все. Это не вечеринка такая. Мы как в фильмах ужасов разделимся. Дина пошла за пивом, а я иду за водой. Айтутаки Айланд Консул. И вот рядом с ним есть вот такие краны. Надеюсь, что они работают. Смотрите. Коттер из Сейфор Дринк. 16 октября. Все дела. О, работает. Класс. Ну, все. Причем, судя по всему, это вот дождевая вода, и вот они ее сюда фильтруют. Ого, блядь. Горячая. Ну да, реально горячая. Мне все руки обожгло. В общем, с труб все горячее слилось. Начала литься нормальная холодная вода. Но она горячая была такая. Ну, прямо почти ожог. Реально, вот кипяток. Ну что, у тебя дело идет? Да, смотри. Я вот уже почти набрал все бутылки. Это на самом деле большая проблема, когда нет воды на лодке вообще питьевой. Надо, кстати, будет сделать эту систему фильтрации воды, которая будет из нашего оплеснителя с минерализатором. Обогащение минералами. Ну, это уже, я думаю, где-то в Азии сделаем. Ибо какие варианты здесь по дороге не сделаем. Есть такие системы фильтров. Сигаль. И на базе их можно себе спокойно построить реально офигенную систему. Я пробовал эту воду, она реально хорошая. Просто как-то... Обычно мы, так как находились в более-менее цивилизованном мире, который на материке, то есть с водой обычно проблем вообще никаких нет. А здесь, так как это остров, тут воды нет. Есть, было сегодня в одном магазине литровая бутылка, не, 0,8, по-моему, литр, 3 бакса. Ну, если ее... Да, 3 бакса, да. Не, ну все равно, если тебе нужно ее набрать там 20 литров. Так, как бы, реально много. Ну вот, пожалуйста. Ну не сказали же тебе сразу, что тебе... Что ты возмущаешься? Чувак, иди набирай. Нет, так мне эти местные посоветовали, у них это решение нормальное, и мне нравится. Ну и вот написано, что проверяется качество воды. Да, ну смотри, вот этот бак, в котором оно находится, это выглядит как будто просто сбор дождевой воды, и они ее фильтруют. Mission complete. Птичка в клетке. Вот у нас тут мы привезли, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. То есть где-то тут 15, еще 10, 25 литров питьевой воды. Ну, ее хватит на какое-то время достаточно. Смотрите, здесь есть лимонное дерево. Лимоны, правда, такие. Ладно, будем пробовать. Что это тут мне за? Так, вот у нас натыренные лимоны, спокойно. Которые мы собрали с дикого дерева. И сейчас будем резать и смотреть, что же из них такое. Ну, выглядит они, конечно, отвратительно. Фу, прямо братцы, у меня охота. Гадкие. Вот такие вот сморчки. Ну, чего не сделаешь ради коктейля, да? Прикол в том, что здесь в магазинах тоже нет лимонов. Мы их не видели и на рынке нет. Поэтому мы нашли дерево, с которого мы натырили эти лимоны. Ну что, давайте режем, посмотрим, что внутри. Кстати, нормальные еще. Они такие сухие прямо. Сухие. А ну, еще вот такой большой. Пахнут они нормально лимонами. Этот какой-то... Ну вот, это, кстати, дикие лимоны, чтобы вы знали, как выглядят дикие лимоны. Это вот дикое дерево с дикими лимонами. Вот такое вот оно. И вот этот желтый лимон, я уверен, что он не выдавливается. Он прямо вот такой, как бы сухой. Ну, коктейль с ромом, наверное, подойдет. Ну вот, и этот вечер пришел к пиву и натыренные с дерева дикие лимоны. Такой у нас сейчас великолепный закат. Вон рядом там на барже дети бегают. Достаточно этого дня. Сегодня сейчас солнце садится. Кстати, здесь 20 градус южной широты. Это значит, что уже появляется вечер. Если раньше у нас на экваторе было так, вот, солнце зашло и такое, пфу, и сразу выключилось. Здесь уже где-то около часа есть вечер. И это прикольно. И здесь уже стало холодно около 20 градусов ночью. Вообще, другие ощущения, когда спускаешься на высокие широты, высокие 20 градусов. Дина, скажи, что ты здесь делаешь? Я готовлюсь к тому, чтобы мыть посуду и готовить ужин. А что у вас будет на ужин? Я думаю, пюре-шечка, скурочка. Приемлемо. На всех этих островных маленьких государствах у них воскресенье. Это очень важный день, потому что по воскресеньям они все ходят в церковь. И иногда даже на островах, вот, у них есть такая тема, типа, no sunday flights. Чтобы не летали по воскресеньям, потому что интерференс с богом идет. И они говорят, что если вы не умеете, не можете распланировать свой день и прилететь в субботу, не летите вообще. И вот пример церкви в воскресенье с утра. Каждое воскресенье такая у них тут вакханалия происходит. Думал себе пивка купить. Ха, воскресенье. Закрыт магазин. На сухую буду день проводить. Вау, вау, вау. Вау, вау. Вау, вау. Кап exemptа получаются. Повторяйте. Капай. 머�ultи. Стрелiciency. Субтитры сделал DimaTorzok 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 то есть это представляете это одно дерево такое сейчас я вам покажу его изнутри и вот оно вверх вот эти ветки у него вместе соединяются короче такое огромное дерево. Офигеть! К нам пришел боевой свин. Любопытный, к нам тоже подходит. Это прямо возле вот этого Баньян 3 синхру. Мы выходим на противоположную сторону острова вот эта дорожка называется beach road если вы не знаете. Это машина. Покажи что ты нашла. Я нашла четырехлистный прангепани. Четырех? Это тебе на удачу. Надеюсь. Надо его заказать желание и съесть. Не знаю. Великолепно. Классические. Франгепани классические. О, прикольно тут. Так что прорыть канал. Это единственное место на этой стороне. А, прорыть, да, точно. Смотри, первое скопление людей вижу, которые там на морпедах. Это вообще такая микромарина тут сделана, да? Ну, для кишерменов, наверное. Ну, какие милые столики здесь. Столики ожидаемые. Ну. Там острова. Кстати, Моту на них резорт. Ну, там резорт точно, там еще один. А здесь, по-моему, нет. Просто остров. Тут церквей больше, чем супермаркетов, больше, чем барчиков, больше, чем ресторанчиков. Я нигде не видела, чтобы на такое количество домов и вообще небольшое население было такое количество церквей, как здесь. Вунтон Роад. На любой вкус и цвет вообще. Ну, здесь и адвентисты. И адвентисты, и баптисты, и свидетели Иеговы, и еще всяких там свидетелей пришествия. Вот этих куча церквей. Прямо реально много. Это христианская. Это христианская. Вайпай, это городок. А, это деревня, конечно. Да, да. Очень много. Вот, смотри, у него даже звонница есть. Колокол. Это, когда ты подписываешься на божественный канал, нужно колокольчик проверить, чтобы уведомления приходили. А, смотрите, что здесь. Вайпай спортцентр и открытые корты, и на кортах натянуты сеточки. Можно прийти и поиграть, если вам нравится теннис. Единственное, что грунт здесь бетонный. Ну, такое себе на бетонке играть, конечно. Полный отстой. А вот, смотри, красивый стадион. Даже два. Футбольный. Это для сокера и вон для футбола. Это у них, это регби. Смотрите, дерево. Это манго-3. Дерево лежит на земле, и из него растут как бы ветки, но это уже дерево. Это манго. Разговорчивый. Худая, спортивная свинюка. Голосатый такой, да? Болтливый. Так, церковь Иисуса Христа и святых последних дней. Такая красивенькая. С баскетбольной площадкой. А это колледж, кстати, с правой стороны. Я думаю, это баскетбольная от школы. Думаешь? На церковную похоже. Араура колледж. Такое большое поле и танцам. Да, да, прикольно сделано. Здесь церковь. Апостолик Чорчь. А здесь, напротив, ресторан, который закрыт. Вот такая холера здесь происходит. Хотите... Сегодня из открытого только вот эта церковь. Я первый раз все говорю, что слушай, музыка играет где-то. Наверное, это бар. Да. Ага, церковь. Министерство юстиции. И вот здесь находится суд. Ну и полис. И вот мы пришли уже к нашему порту. Мы сейчас тут пришли в ресторанчик. И решили поужинать. Реша очень рвался, очень просился. Хотел пиво купить. А пиво не продали до 6 вечера. Сейчас, правда, 5.15. То есть у нас есть шанс таки дождаться этого пива. Но, тем не менее, это очень подло. Потому что мы прошли полуострова пешком. Хотели... Знаешь, знаете, когда вот так нагуляешься, потом придешь и так в банку пива ссерп, ай, хер тебе, жди еще 45 минут. Ну, мы заказали по бургеру. Ну, да. Сейчас посмотрим, что у них тут. Посмотрим. Ну, у них там вроде как бы стоит этот дядечка и все это готовит. Посмотрим, из чего и что это получится. Из чего? Из чего. Ты видел, что здесь котов нету? Почему? Есть тут коты. Ну, мало. И сини есть. А собак мало. И пози есть. А собак нету. Вот принесли такой вот шейк. Это божественно вкусно. Угу. У меня тоже очень вкусно. У меня банановый у тебя, я попробую. Да. И манго. Кажется, манго лучше. О, это очень вкусная штука. Да, офигенно. Такие порции еще нормальные. Короче, народ, нам сказали, почему пиво не продается до шести. Потому что до шести идут в церкви всякие служения. Каждое воскресенье. Она говорит, ну, потому что воскресенье. Я говорю, что в воскресенье у тебя пиво продавать. Ну, такая, ну, типа в церкви идут службы. И вот в шесть церкви все закрываются и пиво начинает продаваться. В тот же момент. Ну, наконец-то, нам это принесли. Он пошел, смотри, 6-0-1. 6-0-1, у Сережи уже пиво. Вкусненько. Какой у тебя странный бургер. Вот, огурец упал. Что это такое? У тебя такой же. С буреком? В общем, бургеры мы, конечно, съели. Нельзя сказать, что это были самые лучшие бургеры, которые мы ели. Тебе как? Ну, нормально, котлетка вкусная. Ну, в общем, есть можно, но так, чтобы прямо восторг не вызвало. У нас сегодня ночка была. Просто жесть. Короче, вы знаете, что для того, чтобы стоять в таких узких местах, обычно бросаются два якоря. Ну, передний, понятно. И задний. У нас задний на 10 метрах цепи. То есть, нормальный якорь хорошо ложится и цепляется. Короче, ну, и, естественно, мы на нем стоим. Но ночью зашел боковой ветер, такой сильный. И нас развернуло. Просто якорь стащило этот. И так, что мы килем стали на мель. Ну, там не то, что стали. Здесь мягкое дно, песочек. То есть, ничего страшного. Задний ход, тузик сбоку развернули. Я вывез якорь, переставил его. Ну, вроде как бы держит. Но это ночью не то, что вам хочется делать, когда у вас там лодка на мель садится, блин, в бухте, понимаете. Ну, то есть, оно ничего страшного. И даже в самом худшем случае нас бы завтра там каким-то помощнее мотором сдернули. Но это просто жопа какая-то. Ну, смотрите, как мы стоим сейчас близко. Ну, это вот мы стабилизировались. И через два часа ветер меняется. И будет дуть вот прямо так, как надо. А сейчас пока вот. Вот мы стоим здесь слипвей близко. И вот там лодки стоят. Но вот туда, к вот этому синему пирсу мы жопой развернулись. Это сейчас вот я сюда уже развернулся. Он до следующего пирса у нас, до следующей земли. У нас там по расстоянию окей. А вот этот вот тут прямо стрёмно. Метров 10, наверное, до него. Вон у нас фендер висит. Вот это не якорь. Это там, где заканчиваются цепи, связываются с якорной веревкой. То есть веревка идет и вот там, где фендер, это там вот как раз цепи всплывают. А якорь вот еще туда, там на 10 метров вперед. Ну, особенности стояния. Просто обычно ветер не меняется. А тут ветер поменялся на противоположную сторону. И вот такая жопа произошла. У нас сегодня на острове день активности. Я думаю, что вы там увидите. Вдалеке стоит круизный корабль. Сюда приехал круизняк. И они возят туристов на берег на резиновых рибах. На таких больших. Все в жилетиках. Ничего себе. Вот так вот человек в дуду дудит полинезийскую. Короче, народ, мы решили взять скутер покататься по этому великолепному острову. Но по правилам Кук-Айленда для того, чтобы ездить на скутере, нужно получить местные права. Для этого вам нужно просто показать свои международные права в полицейском участке. Ну вот мы сейчас идем. Мы уже почти дошли. И сейчас будем смотреть, как это все работает. Короче, народ, вот так это все происходит. Сейчас мне выписывают местные права. Просто на основе наших прав. Спасибо большое за российский нас. И у меня будут местные права. Вот такие вот правушки, муравушки. Смотри. Кук-Айленд-Драйвер-Лайсенс. И вот. Такое вот. Короче, стоимость этого мероприятия 2 доллара 50 новозеландских центов. Ну что, Дина, ты готова к этому великолепному трипу по Исланду? Сейчас нам его прямо сюда привезут. Это не он, кстати? Да. Ну что, народ, посмотрите, какая великолепнейшая ракета. Это наша новенькая. Вау-вау-вау-вау. Слышишь, это от сидения. Рюкзак можно в сидении. Боже, как хочу свой скутер. Народ, смотрите, какое великолепие. А еще здесь прикол в том, что совершенно нету шапок. То есть, вот без шлемов. Ну, наверное, если очень надо, надо было попросить. Ну, может быть, надо было попросить, но уже вот будет так. Ну что, гоу? Гоу-ракета-гоу? Ой, приятно. Не, вообще великолепно. Это новый скутер. Он звучит просто офигенно. Такое, такой урчит, как... Как котенок. Как котенок. Ну что? Ну, надо разведать этот остров. Разведаем. Мы разведаем этот остров, а потом следующий, а возможно еще потом следующий. И так все острова будем разведывать. Поехали туда на пляж, что ли? Я там не живу. Здесь взлетная полоса, а здесь пляж, смотрите. Здесь прямо сепарация мусора идет. И вот сейчас посмотрим, что здесь интересного. Дина обнаружит. А это, кстати, у них местные лодки. Сейчас я покажу. Она такая из фанеры сделана. Почему-то местные лодки, вот местные, любят вот такую вот конструкцию лодок. И сбоку поплавочек, такой же из деревяшечки. Такая конструкция. Ну и на пляже, естественно, никого нет. Вот посмотрите, как выглядят дикие пляжи Айтутаки. Причем это не просто дикие пляжи, а тут резорты, которые сбоку за кустами находятся. Но на пляжах никого нет. Можно ходить сколько хочешь. Кути-кути. Еще очередной пляж. Народ, это великолепное место. Очень красивое. Там такая лагуна внутрь заходит. Вот это вот все мель. Короче, да. Короче, народ, у этого скутера автостоп. Вот он сейчас выключен. Смотрите. И поехал. Какая здесь великолепная лагуна. Что ты заказала? Ну, я коконат. Я уже так давно хочу кокошу. А, is it fresh juice? Нет. Вкусно? Угу. Ну что, как вам народ здесь? Это великолепное место. А тебе как? Нравится очень красиво. У меня такое тут валяшка. Вот это у тебя блаженство. Угу. Как он тебе вкусный? Можете его сломать? Нормально. Садись, погнали. Девушка, подвезти вас на смотровую площадку. Садись. Садись. Она там вон занята своими делами. нанимать якорь каменный аэрпорт в айпека а вот нам туда это лук-аут едем вообще очень странно как этот мопед время заглохает когда останавливаешься можно убрать да вот же она выключается вот в общем то просто делаешь чик он это и все и к не кстати он за счет того что новенький еще неплохо едет вообще хорошо ракета ну он не разгоняется но и не теряет скорость для уставших для уставших если на мопеде едешь и устал но отсюда мне кажется это нам вот туда я думаю что нет ты же не хочешь меня бабусь? хочешь? не хочешь? там дальше распути я думаю налево ну если что это мы заблудились оказалось что мы этот лук-аут уже проехали сейчас будет у нас 2 серия в общем это вот мы едем там где ехать нам не надо было посреди леса ооо как красиво офигенно это прямо такой каньон и он зарос с всех сторон уху вот что него ооо я как спортив ну что еще раз ха 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 ты эту дорогу помнишь? нет и я нет а это же место такое прекрасное великолепный баньян 3 хамар кусь кусь плейс тут холодно так внутри да рыболовец пушка рыбака да народ хотел вам показать мы находимся просто в жопе мира ничего здесь нету вообще ничего смотрите в этой жопе мира стоят мусорники с сортировкой но это еще ладно вот стоит эко туалет мы находимся где никого нет вообще то есть это фасилитис которые сделаны муниципально по всему острову вообще удивительно вот здесь нормально кстати нормальный этот провижение давай берем набираем да можно два взять даже я думаю нам нормально будет ну здесь они прям крупнее чем там дышащие пакетики с дырочками угу что-то не прием сейчас все картошки наберу еще здесь кстати с провиженингом этот магазин реально большой тут всего куча огурцы есть никуда все огурцы? да наконец у нас тут сусис ну ладно напоминаю что это все новозеландские доллары то есть и они дешевле где-то там 1,7 получается 1,7 новозеландских к одному американскому так ну что народ мы уже готовы покидать айтутаки я сходил только что в таможню поставил печати в паспорт но у нас сейчас проблема следующая якорь когда вот мы тогда ползли у нас зацепился вот за веревку от этого пирса за бетонный блок сейчас я полезу возьму акваланг полезу вниз буду пытаться его туда доставать почему блять такое ненавижу вода холодная не видно ни хера вообще я короче подтянул цепь чтобы у нас лодка ну цепь висела вертикально чтобы там по дну не лазить и не искать этот якорь в общем сейчас собираюсь и ползу на дно короче отвратительно там на дне там такая муть все такое фу гадкое но самое смешное что я проверил вот якорь просто перевернул на нем ничего не цепляется ничего нету и мы уехали вот сюда уже далеко то есть тебе какие-то подводные магия ты же любишь акулок вот они и помогли мне кажется это водяной я пока не разбираю оборудование на всякий случай ну правильно чтоб не замерзнуть нет не из-за этого просто если он сейчас опять зацепиться за какую-то веревку просто уже написано себе в гидрокосциле тепло нет еще какой крепость о здравствуйте я думаю что когда мы его вертикально натянули он просто когда мы уезжали он просто из под нее выехал а может быть когда сбросили и тянули он из под нее выехал может поспорить его скорее всего этим ковшом за веревку и все сейчас мы таки уплываем и пирсик уплывает за который может порвалась веревка с пирсом а а а а а а а а